Лукойл Коми Из года в год ветераны нефтяной отрасли принимают вчерашних выпускников в свои профессиональные ряды. Роза Курбатова – геолог с 35-летним стажем. Вспоминает о трудностях своих первых рабочих будней в далеком 1985 году. Раньше у нас не было таких наставников, как сейчас. Потому что приходилось все достигать самой. Книги, учебники. Компьютеров тогда у нас не было. Негде было черпать знания. Все как-то в процессе работы налаживалось. После церемонии посвящения новоиспеченные нефтяники исполнили гимны клятву молодых специалистов. Кроме того, им вручили стеллу, как символ единства молодых работников Лукойл Коми. Я вырос в городе Усинске. Лукойл – это одна из самых перспективных компаний в нашем городе, где карьерный рост, продвижение. Работа мне нравится. Работаю я машинистом технологических насосов. Качаем нефть. В праздничный день юные усинцы подготовили концерт для молодых специалистов. Школьники поздравили нефтяников с зажигательными песнями и танцами. По доброй традиции, посвящение молодых специалистов в нефтяники не проходит без посещения уникального и единственного в своем роде музея в республике Коми нефтегазовой промышленности Тимана Печоры. Он оборудован по последнему слову техники. На современные стенды рассказывают не только об истории нефтяной промышленности, но и о деятельности нефтяной компании Лукойл. Как признались молодые специалисты, только после церемонии посвящения они почувствовали себя настоящими нефтяниками Лукойл Коми. Ксения Бодрова, Сергей Чернярский. Специально для программы «Регионы Лукойла».